Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И в этом видео я хочу вам рассказать о двух вязальных программах Книстайлер или Дизайн Книд. Но сначала давайте вспомним, как мы создаем выкройки без программ. В ручном варианте сложное снятие мерок, огромные бумажные выкройки. Хранение рулонов в нашем шкафу занимает и место, и время, силы, эмоции. И при этом не дает нам полной гарантии того, что вы выполнили выкройку расчет верно, и ваше изделие будет в итоге таким, каким вы его задумали. Плюс к этому, сколько времени у нас выходит на создание расчет? Ну, от нескольких часов до нескольких дней. Так зачем же нам нужна программа? Ту же самую работу она выполнит буквально за 10 минут, может даже меньше. Это зависит от сложности изделия. И вся информация, которая касается вашего изделия, включая выкройку, узоры, описание, фотографии, будет храниться у вас на компьютере в виде файла. И не занимать полезной площади вашей квартиры. На экране вы видите, что же делают эти две программы. И Книт Стайлер, и Дизайн Книт. Основная задача, конечно, это создание выкройки расчеты. Все остальное приятное дополнение. И сейчас мы с вами рассмотрим, как именно работают эти программы. В обеих программах можно создавать простые базовые выкройки буквально одной кнопкой. В Книт Стайлере это конструктор, а в Дизайн Кните это моделирование стандартного изделия. Вы выбираете тип изделия, вы выбираете размер вашего изделия. Причем возможно вязать по стандартным размерам. Например, если вы вяжете по представленным образцам. Либо пользовательские, конкретные размеры всех ваших клиентов. Количество клиентов при этом не ограничено. И нажимая кнопочку ОК, соглашаясь с введенными значениями, мы с вами получаем готовые выкройки. Вы видите базовые выкройки в программе Книт Стайлер. И вы видите базовую выкройку в программе Дизайн Книт. Эти выкройки можно оставить так, а можно корректировать. Для чего корректировка выкройок? Как правило, это нужно для того, чтобы подправить, изменить окат, изменить положение рукава, изменить длину, ширину изделия, изменить базовую модель под другое изделие. Если у вас есть уже отработанная выкройка, нам не надо придумывать и корректировать ее заново. Вы ее просто переделываете под новый силуэт. Либо вы меняете для другого заказчика. У вас есть отработанная выкройка на один размер, вы ее изменяете и вяжете на другой. Или ребенок подрос. Не надо делать заново, достаточно изменить готовую выкройку. Здесь вы видите провязанную модель без корректировки в программе Книт Стайлер. Вот та модель, которую построил мне конструктор, я ее провязала без изменений. Не очень красиво, правда? Так и хочется корректировать плечо, заузить рукав и поднять пройму. Не забывайте, что программа Книт Стайлер создавалась 20 лет назад. И тогда мода была вот такой. Сейчас другие силуэты. Поэтому готовую выкройку из конструктора надо обязательно немножко подкорректировать. В обеих программах мы можем просто двигать точки контура, изменяя силуэт. В программе Книт Стайлер мы можем ставить дополнительные точки и соединять их линиями в любом месте. В программе Дизайн Книт мы можем только изменять сам контур изделия. Дополнительные точки здесь ставить не получится. У программы Дизайн Книт очень много интересных функций. Одна из них масштабирование детали. Одной кнопкой можно увеличить либо уменьшить имеющуюся деталь какое-то количество раз. В данном случае вы видите, что одна деталь больше другой в 1,2 раза. В Книт Стайлере нет такой возможности. Все изменения мы производим вручную, двигая точки. Хранение информации. Петельная проба. Очень важная функция. И многие вязальщицы сталкиваются с такой проблемой, что либо потеряли петельную пробу, либо неверно делают ее расчет. Эти программы хранят все петельные пробы, которые вы когда-либо в них вводили. Их можно корректировать, их можно изменять. То есть вы вяжете какое-то изделие, корректируете петельную пробу, вносите сюда, и вам больше не надо этим заниматься. Если вы вяжете из каких-то типовых пряж, вот у вас есть набор пряж, вы из них все время провязываете ваше изделие, вам достаточно один раз внести петельную пробу и просто подставлять ее из списка. Очень удобно. Еще удобнее здесь делать расчет. Независимо от того, насколько сложный контур у вашей выигрыки, время расчета ровно столько, сколько нужно, чтобы нажать кнопочку «Применить», либо кнопочку «Ок». Расчет готов. Хранение файлов. Храните всю информацию на вашем компьютере в виде файлов, либо на любом носителе. Размер хранилища ограничен только возможностями вашего компьютера. Шкаф при этом никак не задействован. И причем все эти файлы, которые вы создаете в программах, можно хранить, обменивать, их можно продавать. С ними можно работать в любой момент. Они в постоянном доступе к продаже, либо к работе. Интересная возможность в Книтстайлере – хранение моделей в разделе «Модели». Это парадный вход программы, портфолио вязальщицы. Здесь мы можем повестить фотографию и полное описание. И как раз вот этот раздел предназначен для того, чтобы показать всю красоту изделия, либо продать готовую отработанную модель. Вы можете даже не вязать, вы можете просто разрабатывать модели и продавать. В программе «Дизайн» нет такой функции, нет фотографии. Модели хранятся в виде схем и названий. Если вам нужна модель, давайте ей название корректное, чтобы вы легко могли найти ее по выкройке. Узоры и рисунки. Обе программы имеют встроенную галерею, но в программе «Книтстайлер» галерея более обширная. Она огромная. Встроенная галерея состоит из большого-большого количества узоров. Практически все узоры, все рисунки имеют рапорт 24 иглы. То есть из них можно набивать перфокарты. В программе «Дизайн Книт» узоры очень большие. Если посмотреть на размер 104 на 120, 90 на 150, то картинки достаточно объемные. И чтобы подобрать что-то маленькое, нужно потрудиться. То есть нужно будет взять этот узор и корректировать его. При этом в «Дизайн Кните» гораздо проще сохранять модели. Достаточно просто нажать кнопочку «Сохранить», и она будет у вас сохранена в общий ряд. В программе «Книтстайлер» для того, чтобы сохранить модели, нужно создать собственную базу, и в ней уже сохранять ваши рапорты. Ну а выбор рисунка и наложение его на выкройку в обеих программах тоже занимает одну секунду. Ровно столько, сколько нужно нажать кнопочку «Выбрать узор» либо кнопку «Окей». Нажали, и вы видите контур вашей выкройки, заполненный тем узором, который вы выбрали из галереи. В обеих программах любой узор, который бы вы не выбрали, возможно изменить, если вам нужен только какой-то фрагмент. Например, «Снежинка». Вы можете войти в галерею, найти узор, выбрать из него нужную часть, остальное просто стереть, и у вас новая картинка. Вы можете размножить ее по всему полотну, вы можете сделать единичный фрагмент, вы можете взять узор, который вы создали, и увеличить его. Делается все буквально одной кнопкой. Обе программы отлично работают с текстами. Работа такая же, как в любом текстовом редакторе. Выбираете шрифт, выбираете размер, текст можно расположить по прямой, можно расположить по дуге с закруглением. Интерактивное вязание – это не страшное название, это всего лишь выполненный расчет. Вот здесь, на этой страничке, расчет вашего изделия. Вы видите общий размер, ширину 169 петель, длину 257 рядов – это максимальные точки вашего изделия. Сейчас мы находимся на 155 ряду, двухцветное вязание, и с правой стороны нам нужно выполнить одну убавку. Также можете следить за положением вашего изделия. Если у вас левая игла на 73 позиции, правая на 73, всего 146 иглов в работе, значит вы вяжете корректно, и ваше изделие после провязывания будет точно соответствовать выкройке. Ошибиться очень сложно. Если у вас нет электроники, и вам нужно провязывание ручного узора, либо интарсия, либо ручной жаккард, смотрим на нижнюю панель. Мы видим, какой игле соответствует какой цвет, и можем спокойно провязывать жаккард. Нижнюю панель можно увеличить, и квадратики будут достаточно объемными, большими, чтобы вы могли спокойно смотреть на экран. Также здесь есть функция распечатать. Вы можете распечатать узор и провязывать его с листа, а не с экрана. Тоже есть такая функция в обеих программах. Интерактивное вязание программы Design Knit дает нам ту же самую информацию. Сколько всего рядов, на каком ряду мы находимся, уменьшить одну петлю справа, уменьшить петлю слева, мы видим, на каком игле находится какой цвет, мы видим, в каком месте у нас находится линейка, где мы сейчас вяжем. То есть корректное изображение всего вязания. И если вы будете следить, левая у нас 72, правая 72, вы никогда не уйдете за контур изделия и провяжете ровно ту деталь, которую планировали. Конвертация. Фотографии или картинки вы можете брать любые. Вы можете брать фотографии, можете брать картинки, фото из интернета. И провязывать их. Мы взяли тигра и сделали конвертацию и в программе KnitStiler, и в программе Design без дополнительной обработки. Понятно, что если сложная фотография, нужно ее предварительно обработать, перед тем, как работать в программе конвертации. Это все-таки не фоторедакторы, это программа для вязания. Поэтому сложные картины требуют предварительной обработки в фоторедакторах. Всегда. Здесь мы взяли несложную картинку. И вот так программа работает без дополнительных обработок. Поместили сюда картинку и получили картину для вязания. Это KnitStiler. А так выполняет конвертацию программы Design Knit. Не забывайте, что она более современная и лучше работает с такими объемами информации. Поэтому и фото, и картинки она конвертирует гораздо лучше. Рисование в этой программе более интересное, чем в KnitStiler. Поэтому если вы планируете вязать жаккарты, вам, конечно, стоит выбирать программу Design Knit. Посмотрите разницу. Несмотря на то, что эти программы очень похожи, они имеют отличия принципиальные для разрезных моделей. Потому что в программе Design Knit нельзя подвигать линии, предварительно увидеть, как будет смотреться линия. Вы делаете разрез, и деталь сразу разделена на две части. Если вам не понравилось, вы должны эти части соединить, либо вернуться к исходнику и делать заново. В программе KnitStiler есть возможность ставить любые точки в любых местах и двигать их, как вам хочется. То есть вы можете предварительно посмотреть, в каком месте у вас будет идти разрез, и как это будет выглядеть на изделии. Очень удобно. Но после этого нам придется резать эту модель. Здесь, в этой программе, делать сложнее, чем в программе Design. То есть минус одной программы является плюсом другой, и наоборот. Но эта информация важна для тех, кто увлекается разрезными изделиями. Зная такие особенности, вас нисколько это не будет смущать. Вы просто знаете, что программа работает вот так, принимаете это и спокойно работаете. В программе Design большое количество кнопок дублируется текстовым описанием, текстовым меню. Здесь очень много функций дополнительных, которые позволяют буквально одним нажатием менять длину, ширину, углы, переворачивать, дублировать. Все это делается очень просто. В программе KniStiler меню маленькое, и основную часть моделирования мы выполняем вручную. Для каких же машин подходят эти программы? Для всех, независимо от того, какая она у вас ручная, перфокарточная или электронная. Потому что программа KniStiler и Design Knit могут работать автономно, без подключения к вязальным машинам. Для создания выкройки и отслеживания вязания подключение к машине не нужно. Для того, чтобы работать с интерактивным вязанием, мы можем использовать адаптер. Адаптеры не являются дефицитом, они продаются на просторах интернета. Просто набираете, купите адаптер, и вам масса предложений. Либо можно пользоваться вашей мышкой для компьютера, вы просто руками передвигаете линейку на экране компьютера. И у вас идет порядное указание действий в разделе интерактивное вязание. Если у вас электронная машина SilverEat, вы можете пользоваться и KniStiler, и Design Knit. Но для этого нужны специальные блоки, так называемые коробочки. Вы видите коробочку Knit и коробочку Design. Без этих блоков ваша электронная машина является просто обычной ручной машинкой. Подключая блок, вы можете вязать узоры. Нюанс в том, что при работе с программой KniStiler, это касается только SilverEat, часто дефект у нас прыгают датчики на экране. Видите, датчик, который показывает границу изделия, может двигаться по экрану, и таким образом у вас сбивается узор. Обнаружить это мы можем, только сняв изделие уже с машинки. Это очень обидно. Никаких гарантий, что сейчас он собьется, а потом не собьется, и наоборот нет. 50 на 50. То есть у 50% владельцев KniStiler и SilverEat такая проблема присутствует. При работе с программой Design Knit это невозможно, потому что у дизайна нет датчиков на экране. Сбиваться нечему, поэтому программа работает очень корректно. Поэтому, если у вас машинка SilverEat, и вы планируете вязать жаккарды узоры, выбирайте программу Design. Если у вас электронная машина Brother 900, неважно какой, 900, компьютерный, вам для того, чтобы ваша машина стала электронной, вязала любые узоры, нужен дополнительный переходник от машины к компьютеру. Если вы будете пользоваться программой KniStiler, вы будете пользоваться только разделом выкроек и интерактивным вязанием через переходник, через адаптер, либо мышкой, двигая линейку по экрану. А ваша машина сможет вязать узоры, которые встроены в ваш компьютер. Какое оборудование нужно для работы с программами? KniStiler не нужно какое-то особое сложное оборудование. Ему достаточно самого старенького ноутбука с установленным Windows 7. Идеальная пара, потому что KniStiler создавался 20 лет назад. И с современным оборудованием, с современным железом он иногда конфликтует. Поэтому если есть старенький ноутбук, я пользуюсь конкретно вот этим ноутбуком. У него очень малый объем памяти, и на нем установлена только программа KniStiler. Больше ничего нет. Ни разу за все эти годы не было ни одной накладки. Работают они очень корректно. Дизайн на такой компьютер уже не поставить. Ему нужно современное оборудование, потому что программа современная. Она постоянно обновляется, и для нее нужны совсем другие мощности. Учтите, что на телефон и на планшет эти программы поставить нельзя. Только компьютер. Все подробности о курсе KniStiler или дизайн KniStiler за 5 дней смотрите под этим видео. Если у вас возникли вопросы, пишите нам на почту. Почту увидите тоже под этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...